Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Конечно же мы всегда будем обращаться к примеру. Это домашняя группа или квутса и шоу. Если нам нужно посмотреть какую-то модель успешную, то лучшей мы не знаем. И наверное ее и не существует. Что мы там можем увидеть, когда мы рассматриваем, как он работал со своими учениками и каким он был им наставником. Это не была всегда работа один на один. Была и один на один, и работа в группе. Он был их наставником. Что он делал? Почему нам нужно посмотреть на его действия? Потому что мы сталкиваемся очень часто с достаточно какими-то не то что некомфортными, нерабочими моделями в домашних группах. Например, мы знаем, что когда количество собравшихся превышает 15 человек в квутсе, то наставничество очень поверхностное. Очень поверхностное. То есть оно так по головам прошло и пролетело мимо. Когда, вот это, кстати, наверное, можете записать, что когда количество в домашней группе превышает 15 человек, то все скользит по поверхности. Даже само общение, беседа. Почему так происходит? Наверное, можно дать ответы, если там вдаваться в подробности психологии группы и прочее. Но нам зачем это нужно делать? Мы вот, это факт, проверены. Люди, что, как это по поверхности? Я вчера говорила, и начинается игра в правильный ответ. Все хотят блеснуть правильным ответом. И все это похоже на занятие в воскресной школе. Вы знаете эту шутку, да? Что мы знаем, что это Иисус, но очень на белочку похож. Вот такое наставничество или такое назидание происходит. Все говорят правильно. Ну, идеально, идеально, если вы хотите очень глубоко работать с людьми, то 8 человек. Максимум 12, максимум. Если вы хотите эффективно работать, то 8. Это, вы меня спросили, я вам говорю. Я, например, думаю, что, ну, 12 это классная модель, есть группы 12, они утверждают, что эта цифра самая правильная, потому что у Ишуа было 12, значит, у нас должно быть 12. У меня есть серьезные возражения, перекройте их, если сможете. Если вы не Ишуа, это во-первых. Во-вторых, вы бы прекрасно справились с этой циферкой, если бы вы не работали, если бы вы жили в какой-то коммуне с этими людьми и проводили с ними время с утра до вечера. Тогда бы я вам поверила, что вы с такой цифрой справляетесь. Вот вы даже сюда приходите, да, вот каждый день вечером, да, и я вижу, что вам нужно очень много времени, чтобы переключиться с ваших работ и с ваших проблем, в которых вы были целый день. А вот люди приходят раз в неделю в домашнюю группу, а не, мы предполагаем, как каждый день Ишуа с учениками встречался. Вы же время-то, проведенное вместе, оцените. Поэтому я возражаю, что для нас 12 человек — это посильная цифра. Для нас 12 человек и 15 мы можем потянуть, если вы супер-пупер-лидер. Опять же, друзья, это только мое мнение. Вот что хоть, ну, я просто на него имею право, поэтому я говорю, можете не верить мне. Если вы супер-пупер-лидер и вы поставили вот эту систему, о которой я сейчас вам говорю, наставники, тогда, да, у вас не вы один-одна пасете это стадо, у вас работают наставники, тогда это возможно. Тогда вы все равно не работаете с 12, вы больше работаете с группой, приближенной к вам людей. То есть сейчас я говорю о дискуссии в группе и вообще вот о собрании. За 15 плохо, идеально 8. Идеально 8. Вот почему в некоторых системах, когда группа набирает 15 человек, это уже сигнальчик, что при еще одном-двух она должна срочно умножиться. И тогда какое количество получается идеальное, когда вы ее умножили? 8. Все равно 8. И при том, что еще не всегда все приходят в собрание, не всегда стопроцентная явка, как было сегодня замечено про это, тогда еще меньше. Чем больше группа людей в КВЦ, тем более она начинает приобретать модель кафедральной вагреческого образования. Мы с вами по душам поговорить не сможем сейчас, потому что вас много и говорю только я. Ну как бы это просто понять. А если начнет в вашем собрании каждый высказываться, вот дайте каждому по 5 минут и посчитайте. 12 на 10 это уже полтора часа, по 5 вы что будете? Все, стоп, время прошло, до следующей. На молитву не хватило, на назидание не хватило, все. Кто-то остался крайне недовольным, потому что считает, что его никогда не слушают. Вот, поэтому для взаимного наставления, назидание является небольшая группа верующих, вот лучшей средой. И Ишуа, конечно, был первым и непревзойденным лидером, с которого мы берем пример. И у него, наверное, мы можем научиться самым главным принципам наставничества. Ну давайте их перечислим, и вы можете их записать. Первое, что он делал? Он учил на личном примере. Первое, он учил на личном примере. Для нас это вообще бич для современного обучения, вот это бич. Что мы делаем? Мы рассказываем проповедь людям и говорим, идите и сделайте. И ждем, когда они пойдут и сделают. И когда они не делают, что мы начинаем делать? Так, значит, нам их пилить. Да или нет? Так происходит. Что или вы в этой позиции, или вы, или с вами так поступают. Но говорят, идите и сделайте. Вы, значит, все, сегодня, сегодняшнего дня, вы все его должны взять по ученику, идите к соседям, там расскажите им Евангелие, схему 3.16, покажите еще что-то и придете в следующий раз и расскажите, как у вас это получилось. Значит, все, приходим в следующее собрание, все садимся. Ну что, расскажите, как у вас получилось? Я видела очень часто, все сидят такие. Потому что никто за неделю на самом деле ничего не сделал. И люди приходят в следующее служение, они либо избегают, они боятся, что их сейчас спросят об этом, они не хотят идти в группу. Или идут, и они уже привыкли, что их будут пилить. Вот есть, я была в собрании, где люди уже без пилюли жить не могут. Это их естественное состояние. Значит, стабильная жизнь этой общины такая, им говорят, что делать, они не делают, их пилят. Такая созависимая, уже, это созависимость, это какая-то вот, ну, слушайте, ну, не знаю, там лечиться надо, там нужно всем на инкатор, потому что они зависят. Попилите меня немножко, я как-то вот не чувствую духовного обличения, унижения, да, мне надо каяться, каяться, надо попарать. Сто пудов. И люди в этом живут. И как я вчера замечала, что, чтобы, получается, лошадь бежала быстрее, её нужно, в конце концов, убить тогда. Ну, не, это ж не работает, ну, вот так как-то. Будем, значит, каяться, потом освобождаться, потом снова ничего не делать, потом снова впадать в вину, потом опять каяться. И Ишуа не говорил, что делать, он делал, показывал, обговаривал это, он учил на личном примере. То, о чём говорят в молодёжных движениях, служениях, что сегодня молодёжь, она на самом деле ищет вождя, потому что им неинтересно столько учения, сколько им интересен человек, который продемонстрирует учения на своей жизни, и они за ним пойдут. Это сделал Ишуа. Он же не с кафедры проповедовал, да, он просто пришёл, и вот он явил в себе Бога. Второе, что он делал как наставник, он уделял, давайте так запишем, важную роль играет общение между членами группы. Он работал, и вчера тоже об этом говорилось немножечко, он строил их взаимоотношения. Он уделял этому внимание, какие у них отношения между ними. Разногласия между учениками заставляли Ишуа уделять им внимание отдельно. То есть как это делает наставник? Вы можете увидеть, если вы отвечаете за человека, вы являетесь его мадрихом, вы пришли в собрание к вуце, у вас происходит какое-то дома там или где-то в действии, и вот подопечный, он начинает себя, предположим, странно вести. Первый, кто должен заметить это, первый заметить это должен мадрих. Это его прежде всего функция. Что мы видим? Мы видим, что почему-то человек с другим братом или с другой сестрой имеет натянутые отношения. Ишуа смотрел, как они между собой имеют отношения, и он помогал им формировать отношения и исправлять, если они были неправильными. То есть, ну, пример такой приведу. У меня была овечка и замечательный, умный, духовный человек, ну, в общем, звезда, можно сказать. И вдруг эта звезда неадекватно себя вести начала. Вот просто из ряда вон выходящего поведения. То есть ты появился в группе другой человек. Просто присутствие другого человека сделало этого первого ненормально абсолютно. Обращал на себя внимание, выкрикивал, перебивался, издевался. Я не знала, как исправить. Очень некомфортно было всем. Всем было плохо. Я взяла этого человека, мы вышли в другую комнату, и я задала вопрос, что происходит? А что, все нормально? Все нормально происходит? Это ненормально вообще. Потому что нет, не все хорошо. И мы не вышли из другой комнаты, пока не выяснили причины. И это тоже роль наставника, помогать людям справляться со своими эмоциями или со своими там какими-то проблемами. Хотя бы кто это будет делать, друзья? Кто может заметить это все на таком индивидуальном уровне? Конечно же, только наставниками. Еще что мы можем записать? Ишуа пользовался обучающими ситуациями. Он использовал ситуации также, как бы подмечал их, чтобы научить. 17 глава Евангелия от Матфея. Там история, когда пришел один и говорит, Господи, помилуй сына моего, он в Новолунии обеснуется и тяжко страдает, часто бросается в огонь и в воду. Я приводил его к твоим ученикам, и они не могли исцелить его. Ишуа говорит, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, приведите его ко мне сюда, этого больного. Ишуа запрещает, бес выходит, отрок исцеляется. И вот дальнейшая ситуация. Что-то происходит, происходит публичное, что-то публичное, и ученики в этом выглядят нехорошо. Мало того, он их при всех отчитал. Потом он демонстрирует модель, как должно было быть правильно. Если судить по тому, как мы, допустим, могли вчера реагировать, они бы сказали, шеф, все пропало, все плохо, уходим, это вообще не наше дело. Мы тут просто, да, кто мы? Вот он, понятно, что мы, мы вообще не своим делом занимаемся. Но потом что происходит? Мы читаем дальше. Ученики потом приступили к Ишуа наедине и сказали, почему же мы не смогли изгнать беса? Ишуа отвечает по неверию вашему, и он начинает с ними разбирать эту ситуацию. Вот такой хороший, правильный разбор полетов. Он объясняет им для того, чтобы их успех был в будущем, чтобы они смогли исправить ситуацию и в дальнейшем принести плод в этой сфере. То есть он умело пользовался обучающими ситуациями. Еще то, что мы можем записать, что делали и что. Он позволял членам его квутцы учиться друг у друга. Это очень важно. Я приведу просто пример, тоже такой жизненный, чтобы было понятно, как это работает. Например, свидетельство другого человека приведу. Ему дали, причем ключевое слово, дали ему подопечного. Его назначили мадрихом над одним человеком. А тот был зависим игроман. И знал об этом, мадрих уже об этом знал, ну и подопечные, они как-то между собой поделились. У него была жуткая зависимость, он просаживал деньги. И этот наставник рассказывает, что я не начал ему рассказывать о том, как все плохо, что это там зависимость, и ла-ла-ла. Я не рассказывал ничего, я не читал ему морали. Но когда мы пришли в следующий раз в собрание квутцы, он уже, зная ситуацию в жизни других людей, попросил поделиться тех, кто проходили такую же ситуацию, поделиться своими победами. И люди, не зная, зачем он попросил это сделать, просто начали рассказывать. Рассказывать о том, как они справились с определенного рода зависимости. И то, что они делали, сделали, очень сильно повлияло на этого человека. И когда он уже пришел в следующее собрание, он сам начал рассказывать о себе и о том, как сильно помогло ему то, что он услышал у других людей. То есть Ишуа употреблял такие моменты. Например, мы в Библии видим такой пример, он говорит, за кого люди почитают меня, за кого вы меня почитаете. Он позволяет им начать говорить. Петр говорит правильные вещи, другие их слушают. Он же мог сам сказать, я, маши, яхи, все. Но он позволяет кому-то из членов квутцы сказать что-то, что истинно. Потом говорит, да, это правильно. Да, правильно, да? Вот. Хорошо, пойдем дальше. Четыре, да? Мы записали четыре пункта, чтобы мы могли подчеркнуть из наставничества самого Господа. Три. Я сейчас... Давайте я еще раз их прочитаю. Он учил на личном примере. Он следил за общением между членами квутцы. Это второе. Важную роль их взаимоотношений, их общения играли. Третье. Он пользовался обучающими ситуациями. И четвертое. Он позволял... Спасибо, вы мне помогаете со словами, Виктор. Позволял, чтобы члены квутцы учились друг у друга. Вот это то, чему мы можем у него поучиться. И давайте поговорим о сложном, о подотчетности. Следующий слайд. Подотчетный и ответственный. Перейдем к следующему моменту. Я бы озаглавила этот подпункт «Рабочие отношения». Что это значит? Вот здесь вот немножечко о защите, наверное, наставника. Хочется мне пару слов сказать. Наставничество. Это вы можете тоже записать. Это все-таки поручительство. И здесь такой неудобный момент. Как же так, если нам сказано ни за кого не поручаться? Как поручаться нам или не поручаться? Все-таки, как ни крути. Наставничество — это некое поручительство за человека. Становясь наставником, человек, мы уже об этом говорили, берет на себя ответственность. Например, за то, как этот его подопечный будет реагировать. Ну, как это выглядит на практике. Ваш подопечный с вами приходит в собрание и начинает там себя, ну, как-то странно вести. У меня был такой подопечный. Я не распознала. Опять же, это случается очень часто. И мне кажется, что только я одна на это в это попадаю постоянно. У меня был подопечный, у которого... Это отдельная тема. Мы, думаю, что до нее не успеем дойти. Есть в евангелизме, в обучении по евангелизму есть предложение рассматривать людей как верующие типа А и верующие типа Б. Ну, то есть близкие к покаянию и далекие от этого еще далеко. И там предлагаются разные модели работы с теми и другими людьми. И есть один вид неверующих, который очень сильно... То есть это последний, самый далекий человек от Бога, но выглядит он как самый первый. Это мистики. Это люди, которые мистики. Они верят в что угодно и как угодно. Они могут так возвышенно говорить об Ешуа, что вы думаете, что вы просто сейчас скажете, давай покаемся, и он покается. Но это люди страдающие или склонные к мистицизму. Они на самом деле верят во все. И это самые далекие на самом деле от Бога люди. Самые далекие от покаяния. И кроме того, этот человек, как потом выяснилось, у него периодические обострения. Ну, это очень распространенная проблема, чтобы вы знали. Когда у нас болит голова, мы можем сказать, у нас болит голова. Или вот гипс, всем понятно, что гипс. Мышление мозга человека очень сложное. Очень сложный физический орган, в котором масса поломок, масса болезней, которые мы не видим. И к этому нужно, ну, просто относиться, как, не знаю, правильно к этому нужно относиться. Я, допустим, обнаружила вот в определенные периоды, когда начала замечать, что ведет себя очень странно, я поняла, что есть проблемы психические. Ну, не видела в определенные периоды. Вот. И у меня была ситуация, когда приехал к нам один музыкант, у нас был там концерт, все такое. А потом мы сделали такой вечер встречи с автором. Я вам хочу сказать, я не знала, куда деваться. Потому что этот человек, он начал все время что-то говорить, срывать это общение. Ну, очень все плохо было. Очень все плохо было. Ну, мне пришлось, как, это была моя прямая ответственность, вообще исправить ситуацию. Не потому что я лидер общины, пастор, а потому что это был мой личный подопечный. Вот. Я передала старшинство в тот день другому человеку, вытащила его, просто увела в сторону. Пошли пить кофе, не знаю, чай куда-то подальше, там разговаривать. Ну, это была моя прямая ответственность. Еще раз говорю, потому что я была мадряком. И если человек берет наставничество, он должен понимать, что в таких ситуациях, когда с подопечным что-то происходит, то есть мы берем, в общем-то, ответственность на его, на то, как он реагирует, на то, как он себя ведет. То есть мы отвечаем за поступки своего подопечного, вот как-то так. Мера ответственности все-таки разная, но это важно понимать. И здесь позже чуть-чуть на этом остановимся. здесь очень важно понимать, что у нас есть взаимная, и это важно, сейчас ничего не пишите, взаимная такая ответственность. Я говорю о защите мадряха, потому что если говорить о том, что мадрих за все отвечает, это очень сложное место, ну, для него очень сложно. Если он за все отвечает, получается, что ну, это очень непосильная ноша. Да, человек что-то натворит, а вы, вы же, это же не ваш выбор, да, если человек делает свой выбор, он имеет свободную волю, и все такое, мы это уважаем, а получается, что ответственный все-таки мадрих. Здесь изначально очень важно, что эти взаимоотношения, они имеют обоюдную ответственность. Позже я об этом остановлюсь, пока просто так в уме себе это отложите. Например, сейчас мы что можем записать? Сейчас мы можем записать, как выглядят эти рабочие отношения. Во-первых, во-первых, два человека, которые собираются пройти какое-то путешествие, запишите это в местописание, пойдут ли двое, не договорившись. Есть такое, да? Вот эти двое, когда собираются в путешествие, они должны обговорить сразу, сразу же вот эту взаимную подотчетность друг к другу. Ну, например, одна из ролей наставника заключается в том, что он со своим подопечным путешествие по Библии, причем по определенному курсу, не по тому, какой захочется наставнику вдруг сегодня будем там то изучать, завтра то. Нет, существует для всех одинаковое путешествие по Библии, то есть определенный курс изучения. И в этом курсе предполагается изучение, вот сестра говорила, что не хотят люди читать Библию, да, в домашней группе у вас. Мадрих договаривается с подопечным, это условие их взаимоотношений, что они будут учить какие-то отрывки из Писания, реально заучивать, реально заучивать. И это значит, что подопечный принимает так же обязательства, что он таки да, будет заучивать, но не может же Мадрих бегать за взрослым человеком и пилить ему, понимаете, гирю, что ты выучил, не выучил, это очень глупые взаимоотношения, выматывающие, они некрасивые становятся, правда же? Если не учат, надо понять почему, но точно ответственность на Мадрихе может быть вот такой, если в эти взаимоотношения подключается подопечный, если он изначально на них не соглашается, не стоит тогда ожидания от Мадриха много иметь. Я вчера говорила о том, что мне очень жалко всегда, когда ресурс используется не по назначению, например, у тебя потенциал вот такой, а тебе дали вот такого человека, который даже не читает, ну это неправильное распределение сил. Если есть люди, которым нужен хороший Мадрих, я поменяю так их местами в этих связях, чтобы более восприимчивому человеку служил более потенциальный Мадрих, понимаешь? Что ты будешь вот ему лень местописание выучить, ему нужно меньше ожиданий, дать ему Мадриха, который сможет там медленными шагами с ним идти, а потом ну хотеть не вредно, ну мотивы нездоровые, надо говорить с мотивами, с сердцем, с… я, нет, я, знаете, епископство желаешь, доброго желаешь, если человек хочет, я говорю так, ты хочешь, вот тебе условия, пожалуйста, твое желание определяется вот этой ценой, вот ты платишь цену, ну нельзя так, я хочу у Мерседеса, у меня на него денег, не то, что делать, ну как-то, ну хочу, ну что, у меня, я периодически собираю лидерскую группу для обучения, и в один день я поняла, страдают, в этих лидерских группах очень страдают люди с высоким потенциалом, когда в эту группу наплодняются те, которые не собираются платить цену, они просто демотивируют стремящихся, понимаете, один пришел, он хочет куда-то вот стремиться, он хочет уровня, вот, а рядом с ним приходят люди, которые просто приходят, вот первая группа, которую мы вчера озвучивали, помните, группа для меня, я не обязан, я не обязан изменяться, я вообще ничего не обязан, вы мне должны дать, это все, вот, ну падает мотивация у тех, кто действительно хочет, я говорю, вы хотите, вот наша договоренность, обычно 10% в течение двух месяцев уходят, не потому, что они плохие, потому, что они не способны выполнить требования, и они понимают, что это не их уровень, все честно, просто честно, я периодически делаю тесты, даю задания, и я говорю сразу, правила такие, если человек не участвует в проектах, он не может быть частью людейской группы, если человек систематически не выполняет, а это значит у меня два раза, не выполняет, не может написать тесты, он не может быть частью лидерской группы, и вот мы договорились о таких вещах, ну и есть люди, которые не верят, что это будет работать, они не верят, ну потому, что вчера мы об этом уделяли внимание, ну он же хороший, ну человек же хороший, ну как же, вот его там, жалко вот его сделать не лидером, пусть думает, что он лидер, да, он же хороший, и вот последнюю группу, которую я набирала, очень много людей пришли, там гости просились, мы не разрешили им быть в этой группе, и потом, когда время дошло до тестов, их не написал ряд людей, я говорю, делаем еще раз тест, значит, сейчас сверяем свои правильные ответы, понимаем, что мы не поняли до конца, еще раз пересматриваем это, я тесты делаю очень лояльными, работаю на понимание, а не на зубреж, вот, я вижу действительно человек хоть немножечко, вообще хоть немножечко он понимает, о чем речь или нет, но я увидела, что ряд людей, они даже не собирались, не пытались пересмотреть материалы, вот, я говорю, зачем вам, ну да, да, я не буду участия в лидерской группе, но я буду вольным слушателем, нет, а почему, говорю, ну вот так вот, нет и все, почему одни люди здесь платят цену, я говорю о стандартах, и мы давайте посадим 18 пассажиров, которые будут просто приходить, это демотивирует тех, кто стремится, вот, и все, и вот такая же модель с подопечным, она должна срабатывать, если он хочет, надо найти также, конечно же, способы, все равно, надо найти способы, например, есть люди не читающие, знаете, что есть люди, вообще ни в жизни не читали, теперь они хотят идти за Ишу, и мы их заставляем читать, ну, вот, как, надо же понимать вообще, да, с кем мы работаем, и, я когда поняла, что нужно найти другой метод, такой, как не чтение, то сработало, например, приходил, у меня ученик приходил, и я понимала, что он дома никогда читать не будет, ну, просто не будет, ну, чтобы потерять человека, вот, и просто поменяли модель, вот этого наставничества, и он просто читал при мне, ну, ну, не могу заставить, что давай, давай, открывай, читай, вот при мне делал, все хорошо делал, ну, вот, ну, так, идем на скорости, ученика, но находим средства и методы, все равно, все, там, вы не учите их, вот, не приходит он с домашним заданием, он в школе никогда его не делал, ему смешно, взрослому человеку, он вообще не понимал, он по приколу, что его надо выучить, давай повторять, давай, пять раз при мне повторил, я повторил, он повторил, получилось, ну, то есть, моя задача, чтобы он это местописание знал, не работает так, будет работать так, не так, так, еще как-то, я вам тренинг один с вами сделаю, я покажу, что можно сделать на домашках, чтобы компенсировать вот эти вот, так сказать, неприятности, а также, ну, например, чтение отрывков, перейдем к следующему, что еще, о чем мы договариваемся, например, всегда одной встречи в неделю, и это не должно быть по наитию, вот это вот наития, это категорически нет, это должен быть выбран какой-то один вечер недели, и всегда один и тот же, всегда один и тот же, и мы под это подписываемся, потому что бедный тот мадрих, который отрывает время от семьи, от себя, приходит на эти встречи, а тот никогда не приходит, или за пять минут вдруг у него там что-то случилось, но можно потерпеть три раза, потом сказать, давай попозже начнем наше, наше взаимоотношение попозже, потому что, возвращаясь к тому, что ресурс лидера используется неправильно, опять же, возвращаемся к началу, может, человек вообще не обратился, может, он не готов никуда двигаться, ну, значит, не время, надо взять другого, который хочет, вот, чтобы не мучить всех друг друга, и так, отношения должны быть рабочими, и вот, все, что касается рабочих моментов, их надо обговорить, это не дружба, просто дружба, люди думают, что если они встречаются раз в неделю, чай попить, вот, особенно душевные, знаете, такие общительные люди, как прошла встреча, хорошо прошла встреча, как вы, что-то там, а, чай попили, такая атмосфера была, так здорово пообщались, ну, ладно, один раз, как прошла встреча, так, чай попили, так, посидели, так, вот, знаешь, Библию мы, конечно, не открывали, не успели, но зато такая атмосфера была, как следующая встреча была, слушай, ну, что-то Дух Святой не ведет нас в Писании, как-то вот, ну, больше про жизнь, про жизнь, ну, уже, вот, ну, на 16-й раз уже все понятно, там нет наставничества, это тоже надо отслеживать, то есть, в данном случае, сам мадрих вообще не знает своей роли, отношения должны быть рабочими, для того, чтобы они были рабочими, нужно знать свою роль, сколько у меня еще времени? еще есть. И вот эта ответственность и защита, защита, ответственность должна быть взаимной, и что важно понимать, что нести ответственность, это не значит, что нужно нести самого человека, это очень важно, это очень важно, ну, например, поручительство, оно предполагает жертвенность, однозначно, но очень не хочется, чтобы наставник стал жертвой подопечного, жертвенность мы, вы понимаете, да, он не должен стать жертвой другого человека, вообще не в этом суть этих взаимоотношений, и когда речь идет о заключении завета, мы понимаем, что это обоюдное, встречное какое-то, желание двух людей, а вроде взаимоотношений, у меня такая заметка в моем учебнике, интересно, чрезвычайно важно не стать для своего подопечного, в кавычках, добрым папочкой, или доброй мамочкой, решающей все за него. Здесь, наверное, сложно, почему? Потому что этому надо научиться. Некоторые люди собираются, ну, из доброты, из душевности, из вообще, вот, может быть, неспособности сказать нет, очень быстро превращаются в лошадь, на которой катаются. Но лидер — это тот, который ведет, а не который возит на себе. Это, ну, ну вот есть эта граница, и надо научиться ее видеть. И поэтому Мадрих непременно должен иметь над собой лидера, который ему помогает, если он даже зашел куда-то не туда, помогает ему вернуться в нормальное рабочее свое служебное состояние по отношению к подопечному. В одном таком пособии, которое учит работе домашний групп, есть замечательная история о том, как вся домашняя группа помогла одной девушке вообще встать на ноги. Она имела множество долгов. Когда она обратилась к Богу, пришла в общину, ее жизнь была очень разрушена, плоха. И мы это очень часто встречаем, как глянем, в чем сидит человек, не знаешь, за что там браться. Ну и суть в том, что браться нам с вами как раз ни за что и не нужно. Потому что этот человек каким-то образом поломал свою жизнь, чтобы остаться как бабушка разбитого корынта. И ему нужно, ему нужно научиться жить по-другому, чтобы выйти из этого состояния. Если люди начинают решать проблемы за такого человека, он как до сегодняшнего дня не умел, так и не научится. Нельзя решать за него. Но ему нужно помочь самому взять ответственность. И вот рассказывают об этом человеке, что группа сделала. Ну вообще, респект пример. Они, во-первых, с ней начала одалживать деньги, категорически отказались одалживать деньги. Но помогли найти работу. И ей пришлось работать на несколько работах, чтобы отрабатывать долг. Что еще сказали? нечестивцы берут в долг и не отдают. Так говорит притча. У нас об этих вот моментах этических мне кажется, мне кажется, может у вас не так, мне кажется, что вообще мало учат. Например, если человек в долгах, он начинает молиться, чтобы Бог их помог отдать. Но, например, в еврейской традиции вообще грех давать человеку, деньги ему нужно дать работу. Не знаю, знаете вы это или нет, но ему нужно социально вообще выравниваться каким-то образом. И я хочу сказать вам, что я, например, наблюдаю, что если лидеры, у них проблемы вообще с работой, я начинаю серьезно напрягаться. Когда человек месяц ищет работу, восемь ищет, что не нашел, вот все время не нашел. Я не знаю, куда с той работой деться, знаете. Мы ищем людей, муж ищет свой бизнес на работу. Вы знаете, люди работать не все хотят на самом деле. А тут нет работы, ну нету и нету. Потом начинаешь узнавать, там компания не та, а там меня приглашали, там работает один брат из другой церкви, с ним пересекаться не хочу, а там еще что-то. Это звоночек очень хороший. Тут что-то вообще с ответственностью лично у человека не в порядке, тоже надо разбираться. И в общем, это домашняя группа. Они отправили эту сестру, она работала в три смены. Что они взяли на себя помогать? Они помогали ей по хозяйству. Одна сестра стирала, брала у нее постоянно, приходила стирку, возвращала ей постиранное белье. Вторая, вторая периодически помогала приготовить еду. Ну то есть быт, быт они частично между собой разобрали, но на работу она пошла, на трех работах отпахала и долг за год отдала. Вот это помощь. Думаю, что понятно, что значит брать ответственность за человека, не неся его самого на себе. Вот. и мы закончим на этом. Вопросы. Ну я могу я скажу, что мы сделали в этом случае где-то полгода назад или год, ну в общем не так давно мы это сделали. Задаваясь такими же вопросами, везде такие люди есть, ну что же мы сделали еще не так, что же еще мы не сделали, что вот не помогли людям прийти в служение. И мы с лидерами договорились между собой, что мы берем с нуля всех, вообще не всех, берем нереально большую нагрузку и проводим и проводим всех по наставничеству снова. Не потому, что они не знают основ веры, а потому, что мы предположили, что возможно эти люди не понимают методологии и поэтому они не умеют это делать и мы еще раз сделаем это и возьмем теперь на себя ответственность вот какую. Мы не будем просто служить своей компетентностью, своим даром, своим уровнем. Мы просто по методологии, шаг за шагом, как написано, сделаем такую модель в нашем наставничестве, чтобы они очень легко точно так же смогли ее повторить. То есть мы предположили, что они просто не умеют. Могли мы такое предположить? Могли. Запросто. Проблема в том, что мы могли не обучать. Да, мы... До тех пор. Да, да, да. От них все подвезут. Мы же по себе меряем. Кто лидерство сегодня? Это люди самообучающиеся. Меня никто в наставничестве не обучает. Я, естественно, предполагаю, что все остальные точно так же. Я раз я могу, значит, вы можете. И я предположила, что мы ожидаем от людей не то, что они могут дать. И поэтому мы пошли вот на такой шаг. Мы сделали это снова. Да, я закончу. и теперь точно вся ответственность, предположим, с нас, со старших лидеров, снята абсолютно. И если люди после этого не хотят брать это служение, мы, в свою очередь, точно так же свободны от них. Я, вот не знаю, может, меня кто-то, ну, шучу, расстреляет за то, что я сейчас скажу. Я это практикую не так часто. Несколько случаев у меня таких было. Когда, я вчера, кстати, об этом рассказывала, когда мы сели, честно поговорили с одним человеком, я сказала, я больше не могу нести за тебя ответственность. Давай отпустим друг друга на свободу. Зачем мне за тебя отвечать? Я не могу за тебя отвечать, потому что ты неподучетный вообще. Значит, за что на мне ответственность отвечать на тебя? За что мне это наказание? Давай отпустим друг друга на... Мы же свободные люди. Тебя же в членство никто не заставлял приходить. Ты захотел. Ты, мы с тобой говорили, ты все условия прочитал там, ты знал, ты получил массу служения, тебя консультировали, переконсультировали, время уделяли, сделали все. Ты можешь ли ты упрекнуть или сказать, чего ты недополучил? Дело в том, что я смело говорю об этом, потому что у нас служат людям очень качественно. Я говорю, можешь ли ты назвать, что ты не получил? Нет, не могу. Что мы можем тебе еще дать? Ничего. Зачем тебе наша община? ответственность. до свидания? Здесь таковая. А у меня человек все равно ломится на домашний день, ломится, торгается в общении, притягивается к себе общению. запреты. И существуют замечания. Если это ломает, если это ломает работу общины, почему он может это делать? Может он просто немощный, может он болен, мы же не знаем этого. Тогда к нему нужно... Если человек немощный, пусть это будет понятно, что он немощный, и все тогда будут относиться к нему как к немощному. Пусть все будет честно. Ну, ну... Кто-то что-то принимает всерьез? Какие-то заявления? Вот мы говорили вчера об разных атмосферах домашней группы. Вы, наверное, должны меня смеять. Да, я заканчиваю. О разных атмосферах домашней группы. И говорили о открытости. Помните, есть одна группа, я говорила, что это уровень доверия, где все уже открыты. Есть группы, где люди не открыты, есть люди, где группы открыты. Если у вас открытая, здоровая домашняя группа, вы имеете право говорить обо всем, о чем угодно. Что же мы все видим проблему и делаем вид, что ее нет, это тоже нечестно. У нас была как-то ситуация тоже... Что-то у меня одни истории про больных людей, что-то, не знаю, как-то меня в эту сторону, что-то... Ну, это не специально. И у нас домашняя группа, и была одна девушка, сестра, ну, вот у нее были проблемы. Когда они начинались, начинались... Это всегда сопровождалось сильными... Блуд... Глуд. Вот. И как-то ее периодически спасали, а в этот раз, вот, значит, домашняя группа обсуждает книгу Галатов, пятую главу, «Дела плоти». Она, значит, сидит на восьмом месяце беременности и говорит, я вот смотрю, у меня все нормально. И дала служение? Нет. И, знаете, у нас такая вообще... У нас много в домах. И вот мы все сидим, и нам всем вообще непонятно, как нам реагировать. Мы не знаем, что нам говорить. Мы просто включаем дурачка, делаем вид, что она всего этого не сказала. И вот... Ну, если человек... Всем понятно, что... Что вот... Ну, он немощный. Ну, давай мы не будем от тебя ожидать, потому что ты немощный. Ты согласен, что мы от тебя не будем ожидать? Ну, давай честно. Почему я должна нести за тебя ответственность, а ты можешь вот... Ну, мне зачем вот это на шею? Давай честно отпустим друг на друга. Ты... На свободу. Ты согласен, что ты немощный? Значит, мы от тебя не ожидаем. Все на группе знают, что мы... У этого человека особый статус. Мы от него не ожидаем. Он на него согласен, мы под него подписались. Ну, вот в мягкой форме так можно разрешить. Ну, точно. Ну, зато, когда такой человек будет делать заявление на домашней группе, его влияние уже будет очень сильно ограничено, потому что он немощный. Это очень серьезно. А когда он выглядит как супервлиятельный человек, делает духовные задвигания какие-то, влияет на общину, ну, вы потом должны будете оттягивать людей поврежденных, новеньких. Старенькие-то все это знают. А пришел новообращенный, сидит ему там по ушам проезжают вот это. И ты потом, чтобы будешь этого новообращенного отводить в сторону и говорить, слушай, не обращай на этого духовного внимания. Тоже как сплетни получаются, как игра за спиной. Опять, да, ну, где мораль? Я за то, чтобы все было открыто и честно. Ну, по Писанию, да. Ну, ты немощный. Ну, в начале Писания говорит один на один. В начале один на один. Но если он претендует как насильно духовный и хочет речи двигать, тогда, кстати, публично, тогда уже надо что-то с этим делать. Ну, все, наверное, да? Остановимся пока уже. Субтитры создавал DimaTorzok